Здравствуйте! В студии Дмитрий Нечаев. Это колонка главного редактора. Давайте вспомним и подытожим основные события прошедшей недели. Итак, 3 октября Госдума единогласно поддержала ратификацию договоров с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями, тем самым дав новый импульс процессу воссоединения русских земель, начатой с возвращения Крыма и Севастополя еще в 2014 году. Вместе с тем, приходится признать, что сейчас обстановка на фронте очень непростая. Ведутся ожесточенные бои, противник предпринимает попытки наступления, прощупывает фронт по нескольким направлениям. Я уже говорил в прошлых программах, что нынешними возможностями вооруженные силы Украины полностью обязаны активно поддерживающим их странам Запада во главе с США, помощь которых уже давно превратилась в нескончаемый поток вооружения, финансов, а теперь еще все больше и живой силы в виде наемников. Ну а еще в передаче разведданных в позициях союзных сил и фактических наводках по целям, по нашей армии. Общая сумма финансовых средств, переданных США Украине, с начала конфликта уже превысила 17 миллиардов долларов. Более того, Вашингтон не только заявил о готовности оказывать Киеву ежемесячную помощь в размере полутора миллиардов, но и заставляет наращивать финансовую поддержку и стран Евросоюза. Ну а сами американцы говорят о еще больших объемах финансирования. На днях американский генерал Джек Кин в эфире телеканала Fox News открыто признался. Всего за 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину, сказал он. Давайте чуть подробнее разберем эти очень красноречивые и на многое проливающие свет заявления. По словам этого генерала, Соединенные Штаты вложили с февраля текущего года в киевский режим около 66 миллиардов долларов, что дало возможность вооружить Украину и настроить местное общество на войну с Россией. При этом они потратили на это сущие крохи. Это лишь около одного процента от штатовского военного бюджета. Генерал также заявил, что это очень выгодно, так как за относительно небольшие деньги в интересах США на войне с Россией умирают не американцы, а украинцы. И вот эти циничные с элементом бахвальства признание высокопоставленного американского вояки, кстати, ставят точку в дискуссии, кто на кого напал. Джек Кин ясно обозначил цель США. Вашингтон смог сделать главное – создать на границах России серьезного для Москвы соперника, который должен будет мешать российскому руководству проводить политику влияния в Восточной Европе, особенно в странах бывшего СССР. Это лишит их возможности при Путине реализовать амбиции, такие, например, как забрать себе некоторые из советских республик обратно, сказал генерал из Соединенных Штатов. И если бы это произошло, и Россия все-таки забрала какую-то бывшую республику СССР, то НАТО бы начало войну. Американец признал, что масштаб этой войны был бы намного больше той, что происходит сейчас. И добавил, что последствия такого конфликта совсем непонятны и неочевидны ни для одной из сторон. Поэтому вариант прокси войны, когда жар загребает с чужими руками, конечно, идеален для Штатов. Вот эти откровения американского генерала нужно запомнить, как отчинаж всем тем, кто сомневался в целесообразности и обоснованности начала специальной военной операции. События на востоке Украины и на западных территориях России – это битва коллективного Запада за сохранение своего все более расшатывающегося и ускользающего господства, в условиях, когда все более явно набирает силу процесс формирования многополярного миропорядка, в котором формируются новые центры и силы влияния. Очень показательная в этом отношении история произошла на днях с саудитами, отказавшими в Вашингтону в их мольбах о сокращении добычи нефти на 1 миллиард баррелей в сутки. Администрация Байдена уже назвала это полной катастрофой для себя и враждебным актом. Информационные источники сообщают, что Белый дом испытывает панику. Еще бы, выборы-то там уже не за горами, и фаворитов на высокий пост высматривают уже сейчас. А поддержка Байдена, как мы помним, и раньше-то была, мягко говоря, не ахте. Ну, а нынче у него и совсем с этим все плохо. Конечно, сокращение добычи напрямую не направлено против США, которые последние полгода тратят свои резервы на поддержание цен на бензин. Но страны нефтяного альянса решили самостоятельно регулировать спрос и предложение на нефть, не обращая внимания на интересы США. И это очень показательно. Ну, и, видимо, в отместку на исходе Ниль-Эли страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций. Ну, что-то сказать, нам не привыкать. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене вышеустановленной. Также будет введен запрет на предоставление инжиниринговых, юридических и IT-услуг российским организациям. То есть теперь компании, отвечающие за отгрузку российской нефти, будут обязаны следить за тем, чтобы перевозимая ими нефть продавалась по установленной цене или ниже. Ну, и вот тут не нужно быть семипядей во лбу, что называется, чтобы догадаться, что такие санкции подхлестнут нефтяную контрабанду. В мире растет спрос на углеводороды, а значит России и всему миру придется искать обходные пути. Например, перенимать опыт того же Ирана, который давно торгует нефтью, невзирая на санкции мирового гегемона. Ну и еще о хорошем. Росатомы официально и юридически оформил Запорожскую АЭС в качестве российского предприятия. Новая компания с составным капиталом 2 миллиарда рублей была зарегистрирована 3 октября. Украинский энергоатом тяжело переживает потерю. Хотя, наверное, они поняли это давно, иначе зачем было бомбить свое же имущество. Впрочем, стенание Зеленского и его подельников понять можно. Впереди зима, нарастающий энергодефицит, а тут крупнейшая в Европе атомная станция от него перекочевала в соседнюю страну. В общем, пока в целом события идут к намеченным целям своим чередом. Да, было временное вполне объяснимое проседание на Херсонщине, но и тут ситуация выправляется. Как заявил замглавы администрации региона Кирилл Стримаусов, украинские войска уперлись в эшелонированную линию обороны союзных войск Херсонской области и точно не смогут ее преодолеть. При этом, как сообщают наши коллеги с телеканала ОТР, полчища нацистов и наемников попадают там в так называемые огненные мешки. И с ними происходит то, чего они сами заслужили. Фронт ждет подкрепления, чтобы с новыми силами окончательно переломить ход боевых действий, как, впрочем, и ход мировой истории, которая уже жаждет перемен, поворота к свету, к справедливости и освобождению от гнета коварных, жестоких и циничных поработителей. Ну а мы будем следить за ходом событий и не забывать меру своих возможностей оказывать поддержку воинам света. Это была колонка главного редактора. Слуди был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире.